Расскажем о фонарике на Роману из Экспрайса. Цена доступная 50 рублей. Какие у него плюсы, какие минусы через год эксплуатации. Вот ему год уже. Слабые крепления. Крепление, видите, пластик ломается, довольно слабый. Резинки за год эксплуатации растянулись. Спешился их подтягивать, но они стали свариваться с головы. Сам габарит громоздкий. В репнюю одежду карман прожить нельзя. Ну вот нам надпоезжаем все минусы. Свет не очень сильный. Согласно инструкции на нем, 7 светодиодов, ресурс 5000 часов не знаю, правда-неправда, может быть и правда. А характеристики такие, что 25 люминов. 25 люминов? На что хватает? 25 люминов это вот для работы по дому, автомобили монтировать. Зимой можно на лыжах кататься, снег белый от него отражается хорошо. А для того же велосипеда уже 25 люминов свет слабый. Зато срок службы от батареи написано 20 часов. Это очень хорошо. В качестве резервного, если ресурс заблудился, можно две ночи им светить. Вот это новый такой, мы про старый поговорим. У старого яркость осталась на прежнем уровне через год. Светодиоды все светятся. Кнопка работает. Ну вот, мимо, что резинки недороговечные, за год растянулись все. Там состоит, видите, из чего. Очень плохой пластик жесткий. Ну, в принципе, за какую цену, за 50 рублей, что хватать. Вставляется электроаккумулятора пальчиковых, электро-батарейки. Тут три батарейки стоят. В принципе, по инструкции написано, два часов хватает, можно заряда аккумуляторов или батареек. Что достаточно. Ну, можно рекомендовать для работ по дому. Можно рекомендовать для походов, рыжных прогурах, когда карманы большие, можно положить. За 50 рублей он этого стоит. В основном, берутся в качестве земного фонаря, чтобы включать и включать, там, при ремонте. Где-то, может, при ремонте, что-то придется. Для велосипедных прогулок лучше брать более мощный фонарь. Уже на 100, на 150 люминов. Хотя они менее дороговечные получаются почему-то. Например, вот более мощный фонарь. С светодиодом Т6. Свеча очень ярко. Но сама фактически через один сезон уже ремонту не подлежит. Что-то с платой случилось. Сначала стал отключаться через 3-5 минут, перегреваться. Потом, при нажатии на корпус, то свет появлялся, то терялся. В конце концов, он вообще работать перестал. Что-то у него хрупнуло, видимо, замыкание произошло. Он хорош для велосипеда. Более яркий, более мощный. Но, к сожалению, сломался за один сезон. А цена, наверное, сейчас скажу, в 7 раз больше. И резинки хорошие, и фары хорошие. Но что-то в плате с гарьера ремонтировать самому неудобно. В общем, только на запчасти или отдать кому-то. Так что у этого фонаря, более простого, тоже есть свои преимущества. Это работа по дому в автомобиле зарыжных прогулок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова